Интересное событие, да? Почему здесь все немножко стало по-другому? Потому что в этом виноваты вы, граждане города Верхневральска. Вы могли бы этого не делать, тогда можно было бы еще старый пивной завод возвратить. Но мы чуть-чуть позже, я кое-что вам покажу, что было и что стало. А для чего сегодня мы приехали на Верхневральский пивоваренный завод? Вот, немножко, видите, погодочка немножко поменялась. Уже более-менее осень, то есть, грубо говоря, ну, еще есть золотая осень, но уже стала ее немножко поменьше. То есть, время прошло, время прошло. И давайте сейчас покажем вам небольшой результат, сколько всего это дело заняло. Неторопливо вы на это дело посмотрите, а потом скажете, так вот о чем идет речь. То есть, нету здесь ничего дурного в природе своей. Здесь нету ни сахара, здесь нету спирта. Здесь все делается своими руками. К слову о том, что я не совсем давно посмотрел сюжет про пивоваренный завод Балтика. И что-то я немножко тупанул. Потому что пивоваренный завод Балтика, он был в эфире. Хотя, в принципе, все это дело запрещено. То есть, я не могу качественный пивоваренный завод Верхневральска показывать в эфире. Или я тупой. Или... О чем идет речь, понимаете? Мне это не нравится. Я задал дивные вопросы. То есть, там огромные чаны, пятое-десятое. Даже если чаны работающие примерно, ну, грубо говоря, пятиметровые. Вы представляете, вот этот... Сколько солода потом убирать надо? Чем они все это дело убирают? Это дивный вопрос. То есть, здесь, конечно, большие чаны убираются. Но все равно это сложности. Делается ли там все это так? Я в этом делах немножко сомневаюсь. Потому что, давайте все-таки определимся. Есть пивоваренный завод Балтика, он же Карлсберг. Ну, короче, из той же оперы. Ее же приватизировали, потом переделали. Я уже молчу, что у нас творится. Берете ровно столько же. И столько же верхневарльского пива. Просто на вкус. То бишь, верхневарльское пиво, оно работает, и у него срок хранения-то небольшой. То есть, если он будет стоять просто у вас дома, в течение 7 суток он испортится. Ну, при комнатной температуре, естественно. Это стандартный вариант, потому что это продукт брожения. А сколько там Балтика будет стоять? Бесконечное количество лет? Ну, наверное, так оно и есть. То есть, ребятки, а вот эти сказки о том, что кто-то вам дает качественное пиво, выбросьте из головы. Забудьте про них. Это все бред силой кобылы. Лучшее пиво, лучшее пиво в Магнитогорске, сделано в Верхнеуральске. Продается оно тоже в Магнитогорске в трех точках. Если вы сильно-сильно захотите, то чуть-чуть позже я вам дам тот самый телефончик. Сложные мысли у меня возникают. Видевшего в живую Самарский пивной завод. И не видевшего в живую Верхнеуральский. То есть, по сути, там, как стояло, тут в развале. Просто часть меня в течение 20 лет проезжала здесь, в Миндяк. Ой, сколько я насмотрелся, уму не передать. Но чтобы за 5 лет Верхнеуральск развалил пивную суть, возникает вопрос. То, что рядом, это не Верхнеуральск. Это Магнитогорск на Верхнеуральской земле. Может быть, мы стали странными, но что вы творите? Мародерство в России еще и в безумном отношении к истории, но ушибает будущее. Вашего будущего нет. Хотя малость магнитогорцев сохраняет корни. Нет, не просрали, а сделали то, что, по сути, круче любого завода в мире. И вот вопрос, ну, для меня лично. Я работаю на благо России, в данном случае бесплатно. Но почему-то жить не хочется, видя вандалов? Они везде уничтожают не вами купленные движимые и недвижимые имущества. Это плохо. Но будем надеяться, что с новыми законами будет проще. Можно вернуть уголовный кодекс и под опеку с 8 лет, чтобы мозги включались. Или вы думаете, что все разобрали мародеры? Мародеры мелкие за 5 лет имели место быть. Что сегодня и сейчас мы видим. Иное качество и иные традиции. Скоро будет 15 лет, как магнитогорцы имеют возможность пить пиво лучшее. И пока вы видите результат. Он совсем не быстр. Это не водка. Это технология, воспитанная десятками тысяч лет. Десятки тысяч лет. И она в Верхнеуральском пивном заводе соблюдается полностью. Время идет в верхнем правом углу. Так рождается пиво. Варится 7 часов. Оно отмывается воды в большем, чем где-либо количестве. На 1 литр пива используется 4 литра воды. Полностью уничтожаются любые бактерии, кроме пивных. И 28 дней пивные дрожжи делают дело. 28 дней. Вы не торопитесь. Торопление здесь не нужно. Пиво должно вариться, а не быть спирта типа горько-димедрольного качества. Это для отморозков, убивающих все население ради своей выгоды. Таких 99 и очень много девятых процентов. Туда же водка, коньяк, вино, полный отстой. И вы это пьете? Ё-моё! Зачем вы сами себя так-то не любите? Вы жить должны, а не карать себя в сетевиках. В принципе, вы, как и я, дитя прогресса. Но я помню бабушку из Екатеринбурга. Она готовила каждый день. И это было безумно вкусно. Потому что это делалось каждый день. Мы это делали. Но не было холодильников до 1970 года. Мы жили в удовольствии. Так живите и сейчас. И много пива-то не надо. Литр-полтора живого, те же 50 грамм спирта. Которое, в принципе, необходимо. Для того, чтобы ваша жизнь была немножко повеселее, подлиннее, естественно. И, к слову о том, что некоторые виды рака она удаляет. Пиво очень неплохой результат-то дает. Потому что это сделано с любовью в Верхнеуральском пивном заводе. Помните, да? Я вам показывал, как все это дело делается. Это все в специальном растворе. Обеззараживается по полной программе. То есть мы должны понимать, что вот эту штучку. Помните, да? Ну, помните. Если не помните, я расскажу. В свое время был такой сюжетик. Ну, в смысле, кино. Не слышали? Форест Гамп. Может быть, слышали. И что там делал Форест Гамп с Бабой Смитом? На полу. Вот ножичком. В смысле, щеточкой чистили. А здесь все делается постоянно. И щеткой, и всеми остальными вещами. Потому что нам необходимо изумительное, бесконечное, безупречное качество. И пока я стою здесь. Вот видите, да? Снизу неторопливо идет заливка вашего изумительного пива. Которое здесь простояло с тех процедур, которые я вам продемонстрировал. 28 дней. Сегодня и сейчас это пиво будет теперь у вас. Вы его можете купить. В принципе, вы можете позвонить по вот этому дивному телефону. Я его сейчас указываю. Для того, чтобы включить свои мозги. Мы же должны своими мозгами работать. То. И вы должны людям показывать вариант немножко другой. Какой вариант? Вариант хорошего и качественного пива. Да. Ну, а если нет, то те самые три точки, в которых вы можете пиво купить. Это настоящие пивные залы. Это называется Комсомольская 25. Вавилон, Карл-Марк С204. И рядышком с торговым центром Тройка. Пересечение советское. И чуть-чуть дальше не труда, а получается 50 лет магнитки. Да-да-да. И тогда, и тогда. Прямо может быть сегодня. Почему нет? Вы спокойненько можете это дело вкусить. О, вкуснятка! Ах, это было круто. Круто для меня. Давление в бочке. Оно заливает вам уникальность. Потому что это такая же уникальность, как хлеб. Никакого растворителя. Никаких спиртов. Здесь этого нет и не будет. Спасибо восстановителю. Мне-то кажется, что в городе человек не более семи работают на благо. Ну, я в том числе. Остальные как-то так. Как говорить о чувстве к родине, не видя и уничтожая? Как? Родина это не дом и не гараж. Родина это вся наша суть. Но уничтожая историю, вы к истории не относитесь. Это плохо. Можно в принципе жить. Хотя то, что нами управляют дебилы, но без президента. Это не в том суть дивности. Дивность заключается в вас. Я вам показал. Вы делитесь со всеми. Все и в Магнитогорске, и в окрестностях должны видеть то, что сохранило историю и стало круче. Что это? Это Верхнеуральский пивной завод. Слава и создателю, и работникам, и директору. Слава, слава, слава. А вы думаете, что мы на этом деле закончили? Мы на этом деле не закончили. Почему мы на этом деле не закончили? Потому что мы вам рассказываем про Верхнеуральский пивоваренный завод. То есть, ну, это уже финальная часть, когда все это дело в разлив пошло. Но там еще маленький нюанс есть, который я вам тоже потом продемонстрирую, как здесь готовятся дрожжи. Почему дрожжи? Они не удаляются ежечасно, потому что они также хранятся при определенной температуре. То есть, их сделали, и они неторопливо дожидают своего дивного часа, когда необходимость в том количестве, а именно в три ведра дрожжей, собранных в маске, естественно, никто же не хочет, чтобы ваше пиво заразилось не чем-то другим. Вот они заливаются. Три ведра дрожжей заливаются на чан большой. Да-да-да-да-да. Я чуть позже все это делаю, вам покажу. Но потому что, как бы вам сказать, тот самый закон, помните, я его посчитал. Вернусь на круги свои и сделай это. Благодаря интернету я вспомнил то, чему нас учили в горном институте. Тогда еще в институте учился. Потом его переделали в академию, потом в университет. Конечно, лучше было бы это дело в институте, потому что, хотя если бы это был бы институт, я бы вряд ли начал заниматься вот этим чебатуршеством. То есть я, конечно, мог бы потом поступить в другие места, естественно, я был бы уже таким другим человеком. И, может быть, камера тогда бы и не нужна, мне была бы, по сути, событий. Но пришлось. Но пришлось. И с этой камерой, и как бы вам сказать-то, я начал любить это все дело. Я начал любить и понимать удовольствие. Удовольствие, которое я вам сейчас показываю, оно и есть. Оно здесь, в Верхнеуральске. Потому что это изумительное качественное пиво. И даже невзирая на то, что я не могу все это делать в эфире, потому что это дело мне запрещено, я это делаю в Ютьюбе, вам показываю. Других вариантов быть не должно. То есть рано или поздно для меня очень хороший товарищ, которому в этом году исполнится 20 лет, как он ушел на тот свет из жизни, Валерий Юрьевич Гиммерверт, обучил и сделал. Я еще раз говорю, он был красавой. Не просто красавой, он из меня сделал человека, который любит камеры, который любит оборудование. Это для меня было новостью, но я это сделал. И в связи с тем, что он мне продемонстрировал свою любовь, я его любовь, перемноженную с моей любовью, вам продемонстрирую. И давайте все-таки определимся. Мы говорим о изумительности. Изумительность – это полное отсутствие димедрола, по сути, такового, то. Полное отсутствие спирта. Длительная процедура пивоварения. Это все именно здесь, в Верхнеуральске, присутствует. Вы посмотрите. Чуть-чуть позже будут другие сюжеты. А почему их будет много? Потому что Верхнеуральский пивоваренный завод предлагает вам не одно пиво, а шесть сортов. Я потихонечку вам все это дело продемонстрирую. Я буду приезжать сюда однозначно. И нас еще здесь ждет очень много хороших веществ и мероприятий. Потому что, как бы сказать, не год, не десять, а больше этот пивоваренный завод дает вам ароматное ощущение великолепного удовольствия, которое вы можете купить в городе Магнитогорске в трех точках. Хотя, если все-таки мозги-то у вас включаются, и вы наконец-таки обращаюсь к нашим бизнесменам, которые придуриваются и хотят вас травить всяким говном. Уберите все это, возьмите это пиво и продавайте. Да, оно будет стоить дороже, но качество. И просто людям объясните. Ну, на худой конец потом ко мне обратитесь, я вам сделаю большой-большой-большой-большой материал. Солью все это дело, и вы поймете, что качество в городе Магнитогорске это Верхнеуральское пиво, которое делается здесь.